Здравствуйте! Это рубрика «Право имею» и я, Наталья Ладутько. Шагнуть в Новый год без долгов. Если не следовать этому правилу, можно остаться без денег на праздниках. В рубрике расскажу, в какой ситуации банк имеет право снять ваши кровные с карты. Штрафы, кредиты, квитанции. Если вы забываете платить, это не значит, что не помнят другие. И через 6-8 месяцев о долге напомнят в судебные приставы. Без предупреждения деньги не снимают, шлют бумаги на адрес по прописке, где уже давно можете не проживать. Долг остается за вами, а в суде начинается разбирательство. И как только приставы получают исполнительный лист, должников ищут по банкам. Сам банк не виноват, его заставили. Федеральная служба судебных приставов присылает туда исполнительный лист, где указано, с какого счета снять деньги. Кредитное учреждение обязано сделать это в течение трех дней, как того требует закон. И где-нибудь на пляже в Таиланде или дома перед телевизором приходит досадное СМС. С вашего счета списали 20 тысяч рублей. Тут-то и вспомнилась просроченная год назад кредитная карточка. Могут ли списать всю новогоднюю премию? Могут. Еще и за добавкой придут, когда на карту поступит новый платеж. Исключение сделают для социальных начислений. Нельзя таким образом снять больше 50% от зарплаты и пенсии. Конечно, такой новогодний подарок вряд ли обрадует. Хотя можно заранее узнать, есть ли долги на сайте приставов. И встретить 2017-й без опасения за сбережения. С вами была Наталья Ладудько. Будьте чисты перед законом, и он будет на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин